Не хочу я замуж, я с тобой буду. Дитята мои глупые. Матушка, матушка, дай к работе любой, пускай мужичьи привычная. Спектакль, который требует от зрителя внимательного вслушивания в песенный фольклорный язык Лескова, из плетения которого рождаются образы, а из них история. История одной русской крестьянки и в то же время история целого народа и целой эпохи. Именно к форуму древних городов ставили этот спектакль и с выбором не ошиблись. Лесков замечательно в эту концепцию вписывается, потому что у него такой потрясающий язык, невероятный просто, самобытный. И он такой вообще певец русского быта и жизни русской 19 века. Не всегда может быть такой самый оптимистичный, но зато настоящий. В житии одной бабы на фоне тягостных картин крестьянского быта Лесков изображает судьбу Насти Прокудиной, типичную судьбу русской женщины, проданной братом за корысть, за прибытки в жены придырковатому парню. Из чужих присмотрел? Из чужих. Кто ж такая гаримычная эта девка будет? Ох, брат, не знаю, говорить тебе. И тебе ведь должно этому делу не помочь. Я вот уважал бы я тебя, то есть вот так бы уважал, что вот навек бы ты мне пошел. Вот так бы, да. До пола тебе. Знаю я, что ли, эту девку? Ну, знаешь. Кто ж такая честная девка? Честная? Откуда? Из хорошей семьи, из разума. Ну, как ее звать? Растать. Героиня Лескова умирает в переносном смысле. Отсюда мотив духовной смерти становится сквозным во всей повести. Художественную выразительность и убедительность Лесковского женского характера определяет его плотная фольклорная основа. Характер Насти представлен в песенном ореоле. Да и все повествование, будто песня. Непростая задача, но артисты с ней точно справились. Хотя и задействованы в спектакле всего три профессионала из театра драмы. Большая часть состава – дети из студии актерского мастерства.